всем привет продолжается запись таких видео как получается искусственный интеллект в общем и нам необходимо сейчас сделать так чтобы противник по сути видел наш и мог атаковать подбежать в данном случае пока подбежать для этого снова создаем дереве дополнение да так делаем из селектора sequence из которого давайте сразу назовем его так так как нибудь c player до или через player типа того честью плеер о пусть прям соответственно понятно так снова создаем нашу задачу чтобы мы могли так скажем создавать так почему почему-то не хотела сразу нажиматься и как предыдущей части да мы давайте откроем просто скопировать так это у нас то это мы как раз только что создали вот наша предыдущая давайте сразу вот это скопируем нам нужно начало и финиш это сто процентов далее чтобы данная задача выполнялась нам нужно определить где находится наш игрок напишем ноду такую как get player character то есть мы получаем позицию нашего игрока так как get actor get actor vocation где это потерял и снова нам надо создать такую же ноду как мы и делали уже get random поинт и на гейбл радиус то есть мы подаем точку да где наш игрок получается находится и делаем того с тем 150 радиус вокруг него и соответственно наш противник будет подбегать к этой точке это как минимум далее нам снова надо создать вектор направление до снова это у нас будет blackboard кейт селекшен селектор снова открываем давайте закинем его далее мы снова можно было принципе скопировать зачем чё нам париться да давайте скопируем это это все то же самое здесь мы все подключаем и позицию рандомные локации так скажем мы тоже подсоединяем сюда все смотрим что галочка у нас стоит сохраняем давайте сразу переименуем нашу нашу задачу так возможно это будет пинт то есть мы ищем да так нам нужно сначала таск написать чтобы мы все копирировали в одном месте пинт плеер что нибудь подобное так все сохраняем да как минимум теперь нам нужно создать так это можно прикрыть это тоже нам нужно создать переменную булевую переменную которым мы будем говорить что мы по сути видим игрока nc player например сохраняем переходим михайвер 3 давайте подключим нашу 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 задач таск финн плеер вот этот так теперь вектор локейшин у нас стоит это принципе необходимо также создаем здесь муфту туда же да соответственно давайте создадим небольшое все таки значение ожидания в районе одной секунды так пропишем это у нас будет так назовем поиск позиции игрока что-нибудь подобное теперь нам необходимо сделать такие штуки как декораторы они нам необходимы для переключения этих действий то есть с помощью декораторов мы переключаемся с этой с этого действия на другое добавляем сюда декоратор это декоратор blackboard назовем так назовем его так давайте выделим именно сам декоратор так из кей query мы ставим из нот c и выбираем knc player то есть если он не видит игрока он выполняет это действие так назовем это а can not c player и дальше мы соответственно сюда прописываем такой же декоратор только уже с другими позициями то есть когда он видит игрока то есть когда он видит игрока can see player да то есть из сид и соответственно выставляем can see player то есть если он видит игрока он выполняет данные действия теперь нам необходимо выполнить еще какие то кое какие действия которые как раз таки дадут выполнять это все смотрите если я сейчас запущу и допустим я покажусь возле них они не будут реагировать на меня потому что у них нету системы восприятия давайте выделим персонажа кстати вы видели они уже начали нормально ходить это проблема была в анимации я ее поправил причем причем только сев за них так входим входим сюда самого персонажа не нашего персонажа а противника и добавляем сюда такую штуку как а и а и персепшин теперь нам необходимо дать здесь такое действие как census конфиг мы даем ему зрение а и сайт конфиг то есть если вам необходимо слух вы соответственно делать а и хэринг конфиг и он соответственно начинает слышать но в данном случае пока мы это все не будем делать удалим да то есть мы оставляем только чтобы он нас видел так теперь так теперь мы сделали это и нам необходимо доминент сенс сделать мы выставляем а оси сэнд так подождите это мы пока трогать не будем я немножко ошибся мы должны выставить вот здесь детекшин бой филейшин это для того чтобы он определял кто у нас противник кто у нас нейтральный игрок и кто у нас друг то есть между собой они по сути будут друзьями мы будем игр являться для бота врагом ну есть еще и нейтральные игроки то есть нейтральные персонажи так делаем капилляцию сохраняем и теперь нам необходим сам игрок для того чтобы он определялся сейчас если я запущу они видите меня не видят все равно но хоть у них и добавлено такое действие да в нашем игроке нужно тоже прописывать то же самое аи только не не персэшн а персэшн стимулы сорс в данном случае мы выбрали его также добавляем регистры ассорсенс то есть мы добавляем на чем он может попасться этим игрокам и соответственно выбираем сайт по сути все давайте проверим так нет потому что мы не сделали обработчик окей в самом противнике давайте пропишем такую штуку как выделяем наш аи персэшн сделаем здесь клик так и прописываем так вот он аи можно написать от он персэшн да или от он таргет персэшн мы выбираем второй то есть он будет сейчас проверять видит ли он игрока то есть мы делаем каст на нашего персонажа нас персонаж называется first person character так где наш отсюда он не не найдет отсюда вытащить так вот first person character нам подключить надо его сюда то есть мы подсоединяем actor вот равняется данному персонажу тогда да делаем действие стимулус мы делаем break и открываем здесь несколько деталей да и и ставим ноду с этого из был с этого так здесь слишком много их так с булл что-то он не хочет давайте вытащим из из сенсор так почему не видит данные ноды окей давайте сначала значит пропишем необходимый blackboard потому что он в данном случае нужен возможно из него вытащи да из него как раз таки и нужно с этого из с булл вытаскиваем из него именно из get blackboard и даем что он видит то есть сравнение так и кстати нам нужно сравнить мы видим игрока или нет то есть если да мы должны должны подать ключ который мы создали в нашем дереве да вот это вот этот ключ can see player давайте просто скопируем чтобы не писать так персонажа можно закрыть делаем make literal name и вставляем сюда как раз таки эту тот ключ ту переменную компилим сохраняем полностью сохраняем и давайте проверим так сейчас они у них долгие это давайте выключим точнее не выключим а исправим значение да вот через три секунды может быть единицу поставим либо вот вот эта единица просто принципе уберем посмотрим как она будет работать сохраняем и запустим определенный радиус это видимости да так ты меня видишь или нет чего-то я пока не понимать еще разок проблема в том что они могут определить за мной позицию так здесь у них ограничение все да он все-таки видит меня но немножко это тупо работает потому что здесь надо поправить немножко тайминги возможно они слишком маленькие возможно слишком большие но в принципе все работает так все проверили все есть в данном случае пока все далее посмотрим что будем делать возможно передвижение по определенным траекториям или точкам до скорой встречи друзья пока до скорой встречи я